Пеской привет! Ноябрьская жара провоцирует забыть о стадионах и ледовых дворцах, выбраться в середину ничего, дабы наполниться чистейшим кислородом дофитонцидами и насладиться тишиной. Но даже тут ты рано или поздно встретишь спортсменов, участников первенства Краснодарского края по спортивному ориентированию. Погнали! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 И чтобы не сняться Это вся экипировка, что необходимо для спортивного ориентирования? Нет, еще нужен компас Мы не учились, наверное, хорошо просто в школе И это просто какая-то вещь из стекла со стрелкой Как ей пользоваться? Ну, красная стрелка показывает на север Надо карту выворачивать на север Там есть специальные линии, называются меридианы Мы их приставляем И куда цифры показывают, ну, вверх, там север Мы выворачиваем карту И карта тоже показывает на север И бежим, куда нам надо А почему бы не воспользоваться компасом вот здесь? Ну, неудобно и он надежный Надежный, да Что необходимо для того, чтобы правильно пользоваться чипом, компасом и картой? Самое главное, наверное, карта, по которой стоит бежать Отмечать, что вот это такое? Это легенница Тут написано, ну, подробно показаны номера, какие номера у КП и где они стоят Вот, например, какой Первый КП стоит он в речке, ну, вот Второй на буковке Необходимо прыгать в реку, плыть? Нет, плыть не надо Он стоит возле Хватит? Да Хорошо, надеемся, у тебя все получится Вчера ты победил? Да В чем? В моих серверах потянули А какое было соревнование? Уровень соревнований? Ну Первый Крестонаврского края? Да То есть ты чемпион Крестонаврского края по ориентированию? Ну, да А сегодня подтверждаешь свой крутейший статус? Ну, да Все получится? Да Парни, а почему у вас пустые листы бумаги? Вы как, вы сами рисуете? Нет А где же она? Внутри Внутри Это специально, чтобы я сегодня подглядывала Сейчас будет старт, и мы перевернем их и побежим А Хотя, чтобы никто не подглядывал За час времени необходимо сориентироваться Да, если за час не успеваешь, то изначально Начинают искать МЧС Тебя начинают искать? Нет, сейчас не успеваешь Если за час не успел, то вызывает Владислав Фикторович МЧС Да Но они там уже стоят А, они уже даже здесь Да Следующая команда Минута до старта Потом команда 5 секунд И начинаем движение, берем карты только по команде марш Причина ориентирования, кроме того, что это ориентирование в пространстве Еще его называют шахматы на бегу Да, небезызвестная информация О том, что ты, кроме того, что бежишь, то есть это физическая подготовка Ты не боишься леса То есть ты можешь перепрыгивать в ручьи и ловко управляться с какими-то препятствиями Кроме того, что ты ловкий, ты все это можешь продумать свой путь движения Очень развивается логика То есть, естественно, для того, чтобы пробежать дистанцию Необходимо еще знать, где пробежать То есть можно пробежать ее по прямой, можно справа, можно слева Но только те ребята, которые выберут оптимальный путь Не в гору там, не как там, не в брод куда-то То есть надо еще и подумать То есть здесь логическое мышление, ловкость И, конечно, общая спортивная подготовка Потому что одно дело, когда вы занимаетесь на стадионе Да, я говорю про базовые виды спорта олимпийские, типа легкой атлетики Там есть некое психологическое вот именно внутри спортсмена А когда вы выходите в лес, вы становитесь вот именно частью вот этой природы То есть тут уже большая ответственность и ребенок самоорганизуется То есть когда он пойдет за грибами, он уже не будет бояться шороха листьев Он будет уверенно себя вести Хочу сегодня победить и попасть в десятку, чтобы бесплатно ездить на всякие соревнования Честно сказал, все как есть Главное покататься по миру Да Побывать в разных городах Тея, почему ты занимаешься спортивным ориентированием? Мне нравится, это интересно А что интересного? Бегать по грязи Бегать по грязи? Ну потом же так трудно стирать одежду Не очень Ты сама стираешь свою форму? Иногда, да В основном, когда прям сильно колесить И стиральная машинка не помогает А не страшно в какашки наступать, коровье? Нет А колючки в лесу? Все, не важно А медведя можно встретить во время спортивного ориентирования? Ну нету здесь А вообще диких зверей приходилось встречать в лесу? Ну были Кто? Были дикие кошки один раз В горячем ключе Не страшно было? Нет Погладила их? Нет, времени не было Я уже чемпион Казахстанского края по спортивному ориентированию А сколько необходимо тренироваться, чтобы стать чемпионом? Ну смотря как Понимать сразу Насколько сложно пользоваться компасом? Легко Ну вот А компас может быть все-таки из телефона лучше использовать? Нет Лучше вот такой Там не все четко Мы проверяли Там сейчас идет Вот допустим стрелка сейчас сюда А он идет туда То есть телефон обманывает? Да Китайцы нас специально заводят не туда? Наверное Ну это мне нравится Я люблю бегать и вообще ориентироваться Лес люблю, природу А диких зверей тут не встречала? Никогда Только вот мы ехали, там свиньи были дикие А так больше ничего А не страшно вот их встретить? Нет Что вообще самое сложное в спортивном ориентировании? Самое сложное в спортивном ориентировании Это мне кажется Новичкам самое сложное Потому что нужно получать очень много опыта Как-то нужно находить КП и так далее и тому подобное Но мне сейчас не сложно Я уже все знаю А сколько лет ты занимаешься? Два-три года И уже чемпионом был? Одно первое место и несколько третьих вторых Минута до старта! 6.18 Мы общаемся с друзьями, сами бегаем, находим что-то, находим КП, и все такие добрые, все всегда готовы помочь, это классно. А кто помогает в поисках КП? Соперники? Соперники нам тоже иногда помогают, подсказывают, где какие КП, и мы стараемся от них не отставать. А вот, слушай, приходится по грязи бегать, в какашке коровье наступать. Это вроде как не очень приятно. Ну, в какашке мы не наступаем, а по грязи бегать вроде уже привыкли. В дождливой погоде скатилась по горке, повредила ногу, и из-за этого сейчас через 5 минут закончится соревнование, истечет время, нам нужно найти финиш. Ну, не сильно повредила, ноги вроде бы на месте. Ну, ноги на месте, я утонула в болоте, и из-за скользких кроссовок я с горы прям скатилась кувырком, и ногой об камень ударилась. Еще будешь принимать участие в таких соревнованиях? Буду, но не унываем, не отчаиваемся. Мы пришли оттуда, значит, вот так. Дин-дин. А почему компас не традиционный? Ну, в телефоне удобнее, и тем более без телефона не выпускают на игру, так как возможно заблудиться, поэтому без телефона все равно не выпускают, поэтому так удобнее. Я так понимаю, вы сами хотите побродить, кто-то КП пособирать, кто-то грибы, кто-то просто воздухом подышать, правильно? Да! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень сложно. А не страшно в таком случае? Нет, нам нравится. Заблудитесь? Я надеюсь, что нет. Если кабана, встретите дикого. Подружимся с ним. С картами разобрались? Да! Что понятно там? Да! А компас не забыли? Нет! Как там в картах все изображено? Все понятно? Скажи, все. Солнце очень яркое, самое сложное, это солнце сегодня, да? Нет, ты видишь точку? Я вижу. Вот. Мы идем на восток. У тебя компас есть? Вот. Давай смотрите, должен быть компас. Давай сориентируемся. Все, что-то используется. То есть, видишь? Вот все правильно, мы идем на восток. Туда. Теперь все правильно. Идем дальше. Варя, ты где это тебя нашла? Вот так. Прямо нужно пройти. Хорошо. А как ты думаешь, сколько метров нужно прямо пройти? Ну, даже видно. Не знаю. Туда видно. Мне ничего не видно. Мы должны дойти до того КП. Хорошо. А это КП там? Да. Окей, тогда видно. Мы группа Open, и мы стартуем. Пожелайте нам удачи. Мы вернемся обязательно с победой. А сколько вас? Нас много, и мы все обязательно придем с победой. Только так. А почему такая большая команда? Мы очень любим заниматься ориентированием спортивным. Мы живем в городе Сочи, и тут такая замечательная местность, что надо только заниматься спортом, дышать свежим воздухом и любить этот замечательный спорт. Группа Open, как называется у нас, это открытая группа. То есть это те люди, которые хотят просто прогуляться с карты по лесу. То есть это очень доступная группа и любой желающий. Буквально с трех месяцев, по-моему, у нас сколько был самый рекорд большой, то что самый маленький участник был трехмесячный ребенок, которого мама держала в специальной переноске, и они вместе прогулялись по лесу с картой. Как ваша команда называется? Победа. Победа. Уверены в том, что победите сегодня? Да. И получим прекрасное настроение? Нет, нет. А его разве еще не получили? Получили от прекрасной погоды и от красивого леса. А в лесу не боитесь встретить какого-нибудь медведя? Нет. Хотим даже встретить. Да, хотим. Так он же будет злой. И что дальше? Нет, скажи, животные... Мы животных не трогаем. Здорово. А зачем тогда вам карты? Ну, чтобы на олимпирование идти. А участвовали в премьер-геновании? Да. Побеждали? Почти. Да. А главное здесь все-таки участие или победа? Участие. Успехово. Спасибо. Спасибо большое. Центр детско-мужского туризма и школа 25. Карты читают даже во сне. Конечно. И даже ночью. Не глядя. О, смотрите. Там есть шея. Что у тебя тут изображено? Покажи, скажи. Или 45. Вот тут? Где? Я не могу. Вот тут? Да, вот покажи нам, скажи нам, пожалуйста, что вот это такое? Это... Вот это? Тругольник это... Вот это. Что такое? Озеро. Это озеро. В нем можно купаться? Нет. А рыба в нем есть? Нет. А что такое под номером 9? Это пунктик. Ну вот невозможно их поймать. Ну они все знают. Ну как же так, а? В последнее время. вон. Может быть. Возьмите. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 города то есть там где ребенок психологически понимает что он не заблудится он знает куда выйти и где ждет его его тренер там допустим мама или папа да если при поддержке если мы говорим про лес есть опасности только вероятнее всего что как раз психологически потому что у детей младшего возраста все контрольные пункты установлены вдоль тропинок то есть ребенок как таковой в лес непосредственно в глушь он не заходит то есть все тропиночные варианты они предусматривают начальником дистанции предусматриваются что ребенок не заблудится и будет себя комфортно чувствовать и выйдет точно в ту точку которую которую ему ожидают уже на финише а Это была очень сложная трасса, мне она давалась очень сложно, она уложилась во время Трасса мне понравилась Трасса была очень интересная, нам давалось около 10 капе Мы пробежали, все девочки молодцы Я желаю вам, чтобы у вас все получалось Вы выигрывали все соревнования Ориентирование один из самых интересных вида спорта, в котором надо попробовать каждый Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ежедневно листая одну из социальных сетей находишь объявления о пропавших людях. Зачастую это дети. И не обязательно в лесу. Пациенте спортивным ориентированием не дает гарантий на все случаи жизни. Однако навык реагирования на незнакомые и непредвиденные ситуации появляется. Вполне возможно, недалеко от вашего дома есть секция, где стараются чемпионы Краснодарского края по спортивному ориентированию. И ваш ребенок вместе с вами. Там лишним не будет. Давайте двигаться вместе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА